Добрый день, доброе утро, добрый вечер, привет, ку-ку. Мы с вами уже научились делать майонез, а сегодня я хочу показать вам, какие другие соусы мы можем сделать на основе нашего майонеза. Добавив всего несколько ингредиентов к нашему уже очень вкусному майонезу, можно кардинально изменить его вкус. Итак, попробуем. Мы возьмем за основу наш майонез и сделаем 4 совершенно разных соуса. С этими соусами мы сделаем сэндвичи. Вот такой у меня красивый хлеб на закваске. Итак, первый соус я хочу сделать поострее, поэтому я буду использовать кимчи. Рецепт моего домашнего кимчи есть уже у нас на канале. Возьмем буквально чайную ложку нашего майонеза на весь вот этот объем кимчи. Первый соус готов. Для приготовления следующего соуса я буду использовать наш майонез и запеченные в духовке баклажаны и перец. Я в эти перец и баклажаны даже масла не добавляла. Чтобы сделать мою любимую заправку для салата Цезарь, я беру мой майонез и добавляю к нему анчосы, эти соленые. И немножко масла. Последний, четвертый вариант соуса на основании нашего майонеза. Нам потребуется длинный лук, кинза, имбирь. Если у вас есть свежий, его можно натереть на терке, а у меня как раз порошок. Немножко кунжутного масла и нажмите. Кунжутное масло. Наш соус готов. Наши четыре соуса готовы. Будем теперь собирать красивые сэндвичи. Ну что, соберем первый тостик. Назовем его тостик Цезарь. Вот наша заправка с анчосами. Мы возьмем листик Романа. У нас здесь есть грудка индейки. И сверху, конечно же, добавим немножко пармезана. Второй тост мы будем делать с копченым лососем, соусом кимчинь и с авокадо. Тостик номер два. Готов. Следующий тостик будем делать соусом из печеных перцев с редиской из цукини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертый финальный тост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а